Да, это только подтверждает, что у вас, к сожалению, огромное количество или агентов, или агентов влияния России и среди руководства, и среди силовых структур. Он внес неоценимый вклад в то, чтобы доказать, что это именно Россия сбила Боинг. Если человек говорит, уберите вот этот вопрос и мой ответ, это не вычетка, это уже цензура. Что у меня такое ощущение, что вопросы нестандартные для Гордона, что немножко там, ну они специальные, говорит. Находясь в другой стране и даже не общаясь ни с жертвой, ни с убийцами, человек может расследовать преступления. Те же убийства, массовые расстрелы на Майдане, которые у нас были 7 лет назад, и они происходили среди бела дня, они происходили в центре европейской столицы, под сотнями телекамер. Их можно было и нужно давным-давно расследовать. Главный вопрос, который встает сразу же в связи со спецоперацией, если она была, то следующий вопрос, почему она сорвалась? Что это? Это предательство и тогда чье? Я предлагаю начинать. Приветствуем вас, Олеся Батсман, у нас на YouTube-платформе «Знай24». Огромное спасибо, что вы нашли время, пришли к нам и будем сейчас с вами обсуждать, естественно, самые топовые, самые интересные темы. Начнем давайте вот с интервью, которое вы проводили с господином Грузевым. Больше дам времени и возможности сказать именно вам, потому что вот если посмотреть по тому посту, который вы написали, то очень интересная информация, которая связана и с господином Путиным, и расследованием упавшего самолета, сбитого самолета, и с Навальными. Поэтому давайте вот ваше предпочтение, с чего начнем? Ну, вы знаете, я думаю, для наших телезрителей сначала стоит объяснить, кто такой вообще Христо Грузев. Так как его фамилия была и раньше известна людям в узких специализированных кругах. Ну, журналисты хорошо о нем знали, политики хорошо о нем знали. Но широкая аудитория узнала о том, что вот есть такой Христо Грузев, как его уже обозначили Шерлок Холмс современный. Кстати, вчера я с ним тоже об этом говорила, он говорит, да, вы знаете, я в детстве мечтал быть Шерлоком, и вот мечта сбылась, догнала она его. Так вот, этот человек стал известен после того, как вышло абсолютно фантастическое расследование об отравителях Алексея Навального. И автором этого расследования стал Христо Грузев. Это болгарский журналист изначально. Он научился и в Болгарии, он учился и в Австрии, он был репортером, он создал в свое время ряд радиостанций, в том числе в Украине, причем, что интересно, развлекательных радиостанций. И на сегодняшний день он является самодостаточным человеком, у которого есть средства, потому что он эти радиостанции, он там до сих пор остается собственником, получает оттуда дивиденды. А в свободное от этого время, то есть фактически все свое время, он сейчас посвящает тому, что занимается самыми громкими, самыми важными расследованиями, политическими расследованиями. Надо сказать, что в его кейсе, вот чтобы для понимания того, что он может, когда он присоединился к команде Биллингэта, Биллингэта, это опять же, это не просто СМИ, да, а это такая команда энтузиастов, волонтеров, которые живут в разных странах. Журналисты, не всегда они готовы открывать свои лица, не всегда это журналисты, часто это вообще люди, которые занимаются другой работой, но они помогают в расследованиях, они друг друга находят, и они работают над какой-то, над каким-то вопросом, над какой-то проблемой. Лидер этого всего движения, ну сейчас это уже проект, это британские гражданины, изначально это все было в Британии, Элиот Хиггинс. Ну и, собственно говоря, вот мы с вами говорили о Христо, который на сегодняшний день, фронтмен, он главный расследователь Биллингэта. Что он уже сделал? Он расследовал дело об отравлении Скрипалей, это фактически вот его главный был вклад в эту историю, и получил за это очень престижную международную премию журналистскую. Он для Украины очень важный человек, потому что он внес неоценимый вклад в то, чтобы доказать, что это именно Россия сбила Боинг MH17 над Донбассом. И он давал показания в ГАГе, в суде, и эти показания стали тем большим кирпичом, которое подтвердило именно эту версию, а не, как вы помните, сначала российская пропаганда со всех сторон, и официальная власть кричала о том, что да, это вообще Украина сбила этот самолет. Он сделал очень много для расследования, опять же, роли России в агрессии на территории Донбасса. И я вам скажу, что очень многое из этих материалов, очень многое что, легло сейчас в основу того дела, которое вот буквально на днях Гюндус Мамедов, замгенпрокурора, главный человек у нас здесь по войне, да, который ездил в Нидерланды, он привез отличные новости для Украины. Международный уголовный суд согласился расследовать дело Украины против России по поводу того, что Россия совершила по отношению к Украине агрессию и агрессию в отношении против человечественности. Вот тут, кстати, самое интересное, что говорил ваш собеседник, потому что очень многие эксперты в Украине, в том числе юристы, говорят о том, что здесь есть вот некая доля подставы для Украины, потому что мы не сможем доказать и не сможем посадить ни российское военное командование, ни Путина, потому что они не являются подписантами римского статута. Но если мы внедряем и подписываем римский статут у нас в стране, у нас под ударом наши бойцы получаются. Смотрите, я вам скажу, что вам очень интересно будет пообщаться с Гюндузом Мамедовым, в первую очередь, хотя много людей есть в Украине, в том числе, которые об этом с удовольствием расскажут и предметно расскажут с точки зрения юридической, потому что вы уже задаете мне вопрос для того, чтобы разбираться в юридических тонкостях. И даже Гюндуз, он вам по пунктам расскажет, почему это не просто возможно, а почему это абсолютно реальный для Украины путь. И это большая победа для нашей страны в признании той агрессии, которую совершает по отношению к нам Россия. Я согласна с вами, но признать и посадить это разные вещи. Смотрите, любое уголовное производство, международное в том числе, это долгая дорога. И чтобы ее пройти, нужно ее начать. Нужно сделать точку отсчета и показать дальше цель. Если мы не начнем ее, если мы не начнем шаг за шагом идти и не пойдем, то у нас никогда не получится никакого результата. Поэтому в данном случае это реально большая история, которую мы достигли. Что самого важного вот сейчас для Украины рассказал Христо Грозе, ну кроме всех подробностей по отравлению, это было фантастически интересно вообще, как они это делали, как они вышли. Вы понимаете, ведь получается, что имея сегодня современные гаджеты, современные возможности и не выходя из дому, находясь в другой стране и даже не общаясь ни с жертвой, ни с убийцами, человек может расследовать преступление. Вот это нам показал Христо и Беленкет, этим конкретным делом у Навального. И вы знаете, когда вот мы с ним прошлись по основным точкам этого расследования, как это все происходило, как они выходили на каких-то людей, как они сопоставляли, как они анализировали эту информацию. Я у него спросила, но ведь получается, что тогда те же убийства, массовые расстрелы на Майдане, которые у нас были 7 лет назад, и они происходили среди бела дня, они происходили в центре европейской столицы, под сотнями телекамер. Их можно было и нужно давным-давно расследовать. Он говорит, да, но этим нужно заниматься. Кстати, он сказал, что он готов за это взяться, если будет какая-то кооперация, опять же, с местными людьми, которые владеют информацией. Так вот, что сейчас самого интересного? Оказывается, Беленкет на сегодня ведет еще одно расследование по Украине, которое будет такой инфобомбой, они обещают выдать его уже в феврале. Это расследование по срыву спецоперации по Вагнеровце. И, конечно, я вам хочу сказать, то есть, ну, Христо рассказывает, во-первых, почему эта спецоперация была. Потому что мы видим разные версии. Вот Юрий Бутусов, который первый это опубличил и подробно рассказал, как это было, почему это сорвалось, кто это сорвал. И есть версия Офиса Президента, который говорит, что этого не было, тем более не было так, как говорит Юрий Бутусов. Что говорит Беленкет? Беленкет говорит, что спецоперация была. И из того, что я услышала, это очень близко к тому, что нам озвучивал Юрий Бутусов. То есть Офис Президента врет? Ну, по сути, по сути, они говорят, не так, как говорит Христо Грозев. Он говорит совсем другое. И я вам хочу сказать, что мы в подробностях обсудили детали спецоперации. Он сказал о том, что кроме Украины в этой спецоперации участвовала Америка, Израиль. Что в какой-то кооперации была Турция. Я понимаю, что он не все мог мне рассказать, потому что они находятся на этапе сопоставления и, собственно говоря, расследования. То есть фильм снимается, нельзя сейчас все проанонсировать, потому что, ну, это нецелесообразно. Но главный вопрос, который встает сразу же в связи со спецоперацией, если она была, то следующий вопрос, почему она сорвалась? Что это? Это предательство и тогда чье? Или же это ошибочное решение и вследствие этого срыв операции? Ну, тогда это или халатность, или еще что-то. Интересно, собственно, будет ли как-то дальше развиваться ситуация? Будут ли ответственные за это, полетят ли головы? Я думаю, что на этот вопрос Христо ответит в феврале, когда выйдет их фильм. Потому что сейчас он конкретного ответа не дает. Он, ну, так, общими фразами отвечает на этот вопрос. Но я думаю, что в феврале мы от Биллинг Кэт услышим их версию полностью того, что произошло. Но это очень интересно. Вы знаете, он оценил эту спецоперацию, он сказал, что он глубоко занимался разными проектами, он изучал спецоперации разных стран на протяжении десятков лет, в том числе такие хрестоматийные спецоперации, которые проводил, в том числе, на территории других государств Израиль. Но он сказал, что эта спецоперация была продумана блестяще. И это просто голливудский сценарий. Они даже думают о том, что кроме вот расследования, они еще хотят большой документальный фильм об этом снимать. Потому что настолько все было интересно, продумано и готовилось, что он говорит, мы даже хотим подавать этот фильм на Оскар. Да, вот я только хотела уточнить, потому что как раз у вас в посте вашем в фейсбуке есть эта информация о том, что хотят подавать этот фильм на Оскар. Ну, на самом деле, очень интересно, насколько оценит вообще и общество, и как это все будет восприниматься. Пожелаем только удачи. Что еще интересного было сказано во время вашего общения, и что может стать ньюзмейкером нашего сегодняшнего эфира? И что бы вы хотели сказать людям, чтобы действительно они обратили внимание на вот эту информацию? Ну, интересно было от Христа услышать его оценку, интервью Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным. Так как Христа сделал основной вклад в расследование дела о сбитом Боинге, как я уже сказала. И он сотрудничает с судом и с правоохранительными органами ГАГи, он помогает им, он является в этом большим экспертом. Да, и его голос, к его голосу прислушиваются везде. Так вот, он тогда, когда вышло интервью, он один из первых публично прокомментировал, он вышел в эфир. И сказал, что судя по тому, как профессионально задавались вопросы от Дмитрия Гордона Игорю Гиркину, судя по тому, что Гиркин наговорил, вот из-за того, что так вопросы задавались, и ему приходилось отвечать, и насколько важна эта информация, там было много новой информации, потому что Христа в теме, эта информация будет использоваться в суде в Нидерландах ГАГи, и она будет очень важной. Тогда Христа, когда выходил, он еще не знал о том, что это реально была спецоперация с украинским главным управлением разведки Министерства обороны. И я у него спросила его оценку вообще этого интервью и значения для Украины. Вы знаете, он сказал, что это очень важно, он сказал, что... Мы с ним еще вот обсудили, какой момент. Он говорит, вот тогда я не знал этого, да, но я сразу же понял, я сразу тогда даже, говорит, я помню, я свой первый твит сделал, что у меня такое ощущение, что вопросы нестандартные для Гордона, что немножко там, ну они специальные, говорит, я же как и юрист смотрю, то есть я понимаю, что Гиркина загоняли в определенную историю, чтобы получить правильные ответы, и они будут приобщены к делу. И тогда, когда уже после был слив, как раз когда уволили Василия Бурбу, главы разведки украинской, через несколько дней случился слив в пророссийских телеграм-каналах, сразу же через несколько часов бумагами, которые слили, размахивал у себя пропагандист российский Владимир Соловьев в эфире, и там была как раз переписка официальная, которую взяли, потому что там номера были из книги внешней разведки украинской, переписка Гордона и Бурбы по поводу подготовки интервью с Гиркиным и Поклонской. И Грозев говорит, да, это только подтверждает, что у вас, к сожалению, огромное количество или агентов, или агентов влияния России и среди руководства, и среди силовых структур, и это до сих пор так, и это большая беда. Он сказал о том, что, конечно же, те политики, которые тогда кричали и пытались оскорблять или рассказывать о предательстве Гордона, на сегодняшний день, если у них есть честь и достоинство, если они действительно любят Украину, как они говорят, они должны выйти и также публично извиниться перед Гордоном, потому что он действовал от имени государства. И он сказал, что если бы ваше государство было не вот как сейчас разрознено, а если бы оно было единым и думало об интересах своего народа, то, конечно, в такой ситуации оно должно было бы выйти и сказать, что Гордон это герой. Он говорит, но я правда не знаю, как это повлияло бы там на Гордона как журналиста, но тем не менее, иногда ты принимаешь решение, что ты больше патриот, если твоя страна находится в войне и она этого требует, что ты больше патриот, чем ты больше журналист сейчас. И вот он говорит, да, вот Дмитрий Гордон сделал такой выбор. Он на тот момент, он понимал, что он нужен своей стране, он должен помочь. И он помог там, где потому что только у него была уникальная возможность, как у журналиста, дойти до этих данных, проинтервировать, собственно говоря, ну фактически допросить этого человека. Это было очень интересно, потому что его анализ, он такой, знаете, безэмоциональный, объективный, точный. И я не знаю, откроют ли это глаза кому-то, кто размахивал тогда флагом, зарабатывая себе дешевые политические баллы. Но если они хотя бы немножко уважают свое имя или свою репутацию, конечно же, они должны сегодня измениться. Вы знаете, я хочу вспомнить еще одно интервью. Интересна ваша оценка как профессионального журналиста. Это интервью господина Зеленского в газете «Таймс». Насколько там все проработано и договорено заранее? Вы имеете в виду, договаривались ли журналисты этого издания с Владимиром Зеленским? О вопросах, о том, какой будет посыл. Ну там несколько месседжей можно увидеть. Насколько я знаю, насколько я понимаю работу западных коллег, они, ну это беспрецедентная история, если они идут на согласование вопросов. Они работают по стандартам. То есть они приходят, если они договариваются об интервью и ты соглашаешься на интервью, они задают те вопросы, которые считают нужным, но при этом ты даешь те ответы, которые ты считаешь нужным. Вопрос может быть только на моменте согласования, потому что когда ты договариваешься, ты можешь поставить условие, что я не буду давать вам интервью без вычетки. Вот если вы мне не даете на вычетку, я вам не даю интервью. Кстати, это интересный момент, потому что вот у нас принято в основном давать на вычетку, особенно если человек просит твой спикер, можно мне вычитать то, что я наговорил, почитать это интервью. И в основном журналисты дают на вычетку, это считается абсолютно нормальной историей, опять же по стандартам. Западные издания на сегодняшний день все чаще и чаще не идут на вычетку, то есть они не позволяют вообще вмешиваться. При том, что для нас, например, как мы работаем, как издание «Гордон», когда нас просят о том, что можно ли я вычитаю, мы даем всегда на вычетку, мы идем навстречу, но что такое вычетка? Если человек говорит, уберите вот этот вопрос и мой ответ, это не вычетка, это уже цензура. Вычетка — это вот здесь я сказала не точно фразу в моем ответ. Давайте перефразируем. Можно я чуть перефразирую или вот это там переставлю слова, или вот здесь я добавлю, потому что я тогда не вспомнила, я сейчас вспомнила, что нужно добавить. Вот это вычетка, когда ты свою речь можешь немножко улучшить или что-то, ну ты ошибся, такое бывает, когда ты говоришь и не сориентировался. Ты не можешь вычитывать заголовки, это только редакционное право выбирать, что ты хочешь. Ты не можешь вычитывать подводку, это опять же редакционный текст, который не может вмешиваться. Ну вот эти заголовки и подводки, они очень много могут сыграть сейчас. Конечно, конечно, сто процентов, но это то, что касается стандартов. Поэтому здесь я не думаю, что они согласовывали вопросы, я думаю, что они могли просто попросить вычитать этот материал, но опять же, насколько их вычетка была, ну вот такой light или hard. Насколько это была вычетка или цензура, да? Да, насколько это была вычетка или правка, но мне кажется, что, честно, судя по тому, что я увидела уже в готовом интервью, ну как и мы все, мне кажется, что так, как вот они говорили, примерно так оно и вышло. Как оцените это интервью? Ну вот насколько господин Зеленский показал себя как профессиональный политик и может ли он действительно по праву называться самым влиятельным человеком этого года в Украине? Потому что вышло несколько рейтингов, это и газета Вести, Фокус и Корреспондент. И, по-моему, практически во всех Зеленский на первом месте, по-моему, только в газете Вести на первом месте пандемия COVID-19. Ну смотрите, давайте от обратного. А кто, если не Зеленский в Украине, самый влиятельный на сегодняшний день человек? У нас есть финансово-политические группы, например, наши олигархи. Ну вот, нет, давайте человек, ну вот кто самый влиятельный? Кто влиятельный еще президент? На втором месте у нас Ахметов стоит. Ну то есть вы хотите его на первое место поставить? Нет, я не хочу, я не принимала участие в этих оценках, наверное. Я имею в виду, вот если бы вы делали, кого бы вы поставили, вот если так голосовать? Даже не знаю. Но вот господин Зеленский у меня под вопросом. У меня здесь, знаете, почему такая вот какая-то полка о двух концах? Потому что, мне кажется, мое суждение субъективное, что ему очень кресло помогает. Не как личность, а вот как президентское кресло. Ну тогда да, мы можем его поставить как самого главного влиятельного человека в Украине. Ну смотрите, я думаю, что президент Украины, он по праву считается самым влиятельным человеком этого года. И в принципе любой президент Украины, он будет самым влиятельным, ну если он на своем месте хотя бы немножко, если он действительно президент, поэтому, ну а если не Зеленский, то кто? Поэтому здесь я не вижу как раз каких-то диссонансов, чтобы сказать, что да нет, ну вот же очевидно, что у нас более влиятельный в Украине, ну кто? Да, у нас парламентская, президентская республика, а не наоборот. Но вы же не хотите сказать, что Разумков более влиятельный, чем Зеленский? Ну нет. Разумков, он такой серый кардинал, как мне кажется. Но он очень грамотно и правильно действует, мне так кажется. Да, Дмитрий Александрович, он как раз, я думаю, что очень даже на свету, и ему нравится эта публичность, и он в публичной политике только свой путь начинает. То есть он пойдет дальше, вы думаете? Потому что мне почему-то казалось, что вот он на своем месте. Он не будет останавливаться, это точно, у него большие амбиции, я думаю, что у него президентские амбиции, поэтому мы будем смотреть, как будут развиваться события. А то, что касается Владимира Зеленского, да, ну собственно говоря, если бы я, мне сказали, проголосуй, и дали список фамилий, ну я бы тоже поставила Зеленского на первое место, если честно. Я предлагаю на этом пока поставить три точки. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Я думаю, что вы у нас тоже один из тех людей, которые в Украине делают какие-то интересные, сенсационные интервью, и заявления, и мы с вами обязательно об этом еще поговорим. На сегодня, к сожалению, наше время вышло, но с вами приятно общаться, поэтому всегда рады вас видеть у нас на ютуб платформе Знай24. Спасибо. Мы в конце делаем вот такой карантинный жест. Спасибо. 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 Спасибо.